Привет, друзья! Благодаря изобретению синтезатора, а позже сэмплеров и прочих электронных устройств, музыканты всего мира получили в свои руки невероятные инструменты. Инструменты для поиска и изобретения новых доселе неслыханных звуков. Но часто ли вы задумывались, слушая любимые хиты, как те или иные звуки создаются и откуда берутся? Нет, я не буду вас грузить тонкостями синтеза. Подробно об основах и о том, как это было в самом начале, я уже рассказывал пару лет назад в выпуске об истории электронной музыки. Сегодня все будет намного проще. Сегодня мы затронем эпоху, когда рынок синтезаторов уже предлагал сотни различных моделей с совершенно разными возможностями и, главное, каждую со своим фирменным звучанием. Эпоху, когда музыканты уже не должны были утруждать себя вращением десятков ручек, а просто могли приобрести понравившийся инструмент, нажать кнопку с нужным звуком и играть. Речь, конечно же, пойдет о до сих пор вызывающем трепет звуке 90-х. И самое главное, о звуке, актуальном и по сей день. Посвящен этот выпуск будет инструменту и хитам, на нем созданным. Инструменту и хитам, объединившим несколько поколений и повлиявшим на музыку нескольких десятилетий. Будет очень интересно. Поехали. Сегодня уже не первый выпуск об электронной музыке. И, надеюсь, многие из вас давно вдохновились и поняли, насколько это на самом деле неизведанный мир и увлекательный процесс, в рамках которого один человек может создавать то, что раньше не могли сделать даже большие команды в дорогих студиях. И тем, кто хочет присоединиться к миру электронной музыки с помощью профессионалов этой индустрии, поможет обучающий курс создания электронной музыки от Skillbox. Минимум скучной теории, только самое необходимое. Зато на практике вы разберетесь во всем оборудовании, научитесь работать в Ableton Live и создавать целиком впечатляющие треки в совершенно разных жанрах. Вас ожидают 4 курса, 91 тематический модуль и 450 онлайн-уроков. Как онлайн-лекции, так и практические задания. Более 70 часов видеоконтента и более 100 часов практики по созданию электронной музыки. А на выходе собственный мини-альбом. Еще ребята дарят целый год английского языка и любой другой курс. Но и это не все. Первый платеж можно внести спустя аж полгода обучения. И не забывайте, что у Skillbox сейчас проходит новогодняя распродажа. Для подписчиков канала Longplay действует скидка на курс в размере 65% по промокоду LONGPLAY. Поэтому переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. Изучайте полную программу, регистрируйтесь, творите. И не забудьте прислать, что получилось. Год 1990. Шотландский музыкант по имени Джон Рид, уже много лет выступавший в качестве вокалиста в различных группах, решается, наконец, собрать группу свою. Успешно собирают, называют ее Nightcrawlers и начинают записывать собственную музыку. Красивый, мелодичный, соул, фанки, поп. Я бы сказал, такой AC-джаз. Они записывают первое демо, заключают контракт с лейбом Islay Records и выпускают в 92-м первый сингл Living Inside a Dream. Который особого коммерческого успеха не достиг. Следом второй сингл группы Push the feeling on. Возможно, это название вы где-то слышали, но вряд ли в отношении этой среднетемповой танцевальной песни. Которая, наверное, идеально подошла бы в свое время, к примеру, Джорджу Майклу. И которая попала в американский чарт Billboard, но всего лишь на 80-ю строчку. С одной стороны, для британской группы, а я напомню Nightcrawlers, шотландцы, попадание в американский чарт было относительным успехом. С другой, для Великобритании, которая в начале 90-х охвачена рейвами, такая музыка была слишком старомодной, и там эта песня вообще прошла мимо. Но, так как часто залог коммерческого успеха напрямую связан с современными течениями, Разумный Лайбл выпускает на обратной стороне сингла Push the feeling on два клубных ремикса от 20-летнего американского диджея Марка Кимчина. И вот с этого момента давайте поподробнее. Одной из отличительных чарт ремиксов Марка Кимчина был нарезанный вокал. Он любил брать кусочки вокальной линии, нарезать их на сэмплы и делать из них совершенно новую мелодию. К сожалению, я не нашел акапелла, то есть чистого голоса оригинального трека, но просто условно покажу вам несколько основных моментов, которые он для ремикса в этой песне вырезал. Вот, первым делом мы возьмем вот этот The Pull Us. Это все, что нам понадобится. Отпустим в отдельную дорожку. Теперь переберемся во второй куплет. Да, возможно, кто-то из вас даже уже узнал этот фрагмент, но мы его все-таки вырежем. И, пожалуй, все. Сэмплов в песне немножечко больше, но нам, чтобы сейчас наглядно показать, какие используются, хватит два. Первый звучит так. Второй звучит так. Теперь мы перейдем к обещанному инструменту. Ведь я говорил, что этот выпуск, он не только о хитах, он еще и об инструменте. Инструмент, о котором сегодня пойдет речь, называется KORG M1. Это синтезатор компании KORG, выпущенный в 88-м, если меня не изменяет память, году. И передо мной сейчас, ну и перед вами, собственно говоря, виртуальная версия этого синтезатора. KORG M1 это не просто синтезатор, это целая рабочая станция, которая включает в себя огромное количество звуков, сэмплов, пресетов. Об этом мы еще чуть позже поговорим. Но суть в том, что на модели KORG M1 можно было прям взять и целиком записать трек. Можно было взять барабаны. Сверху можно записать бас. Но в первую очередь, конечно же, сегодня мы будем говорить о звуках, знакомых каждому из нас, и звуках, которые изменили музыку. Для этого мы перейдем в секцию органов. Как видите, органов в этом инструменте тоже полно. И такой, и такой, и такой, и такой. Но мы сегодня не с этим репертуаром. Возьмем мы пресет под названием орган 2. А сверху этот орган 2 звучит как вполне себе нормальный орган. Что-то в этом роде. Можно на нем сыграть, или... Но, если мы пойдем чуть ниже, предвкушая, я сейчас нажму пару нот, и обязательно вы сделаете что-то вроде... мы добрались до баса. В пресете инструмент под названием орган. До баса, который во всем мире и называется органный бас. Тот самый органный бас, до которого, если не самым первым, но точно одним из первых добрался 20-летний наш герой Марк Кимчин. Ну и, конечно же, не будем забывать про знаменитую мелодию. В общем, уверен, в отличие от оригинала, этот ремикс, конечно же, многие из вас слышали. Но, если даже не слышали, уверен, этот звук вам более чем знаком. и к нему мы, конечно же, еще вернемся. Но стал ли тогда в 92-м этот ремикс популярен? Нет, не сразу. Когда и как? Скоро объясню, а сейчас мы перейдем к другой истории. Возвращаемся в год 1990-й. Американская певица по имени Робин Стоун выпускает свою дебютную песню. Написанный Алленом Джорджем и спродюсированный популярным R&B-сонграйтером клавишником Фредом Макфарлейном трек перспективной певицы под названием Show Me Love записан в сжатые сроки. Да еще и в бедняге Робин было плохо с голосом. Она только-только оправилась от простуды, но пришлось записывать. Никто певицу не ждал. Песня выходит на небольшом британском независимом лейбле Champion Records и ничего. Просто выходит. Робин расстроена тем, что не смогла показать свою лучшую форму в студии. Лейбл без лишних попыток делать что-то дальше прекращает деловые отношения и они с Робин идут своими дорогами. Но спустя два года в лейбл Champion обращается шведский диджей Стэн Хальстром, работающий под псевдонимом Stonebridge. Он ищет для своих ремиксов незаезженные интересные песни. И лейбл предлагает ему из своего каталога Show Me Love. Что ж, Stonebridge в отличие от Марка Кинчина сэмплов не нарезал, но использовал еще один похожий прием. У нас с вами есть акапелла, чистый голос песни Show Me Love. Шо ж, ты так кричишь. Мы ее сделаем потише и, наверное, добавим немножечко реверберации. Вот так куда красивее. Что мы под это будем играть? Как думаете? Конечно же, органный бас и синтезаторы Core Cam 1. Для небольшого соответствия оригиналу мы добавим эхо. И это, наверное, один из моих самых любимых риффов на органном басу. Сначала ремикс от Stonebridge на песню Show Me Love становится бешено популярным в клубах, после чего лейбл решает переиздать трек. И уже под названием Robin S. Show Me Love не как ремикс, а как самостоятельная песня отдельным синглом в продажу выходит версия Stonebridge. Уже 8 мая 93-го спустя три года после выпуска оригинальной версии в версии новой Show Me Love занимает первую строчку танцевального чарта Billboard. А через неделю пятую строчку чарта основного. Расходится как по танцполам, так и радиостанциям всего мира и продается тиражом в 600 тысяч копий в одной только Америке. Параллельно происходит история еще интересней в это время. На британской андеграундной сцене начинает все чаще звучать Push the Fellin' On от наших первых героев Nightcrawlers. Но, конечно же, не оригинальная скучная версия, а выпущенный на обратной стороне тот самый переделанный ремикс с органным басом Марка Кинчина, подписанный как MK Ноктюрнл Даб. Результат в ход идет та же самая схема. Сначала в 94-м ремикс переиздается, попадает в британский чарт, а в 95-м напомню, через 3 года после выпуска в том же стиле Марк Кинчин делает слегка обновленную версию и лейбл выпускает ее не как ремикс, а как новую песню группы Nightcrawlers. Она мгновенно взлетает во все британские хит-парады, тут же расходится по Европе, улетает на танцпол за океан и практически в унисон со второй песней из этого выпуска звучит отовсюду. Для промо снимается видеоклип, где в фотокабине, как и на всех концертах группы Джон Ридт на протяжении 4-х минут, не считая заглавной строчки, поет одну лишь фразу что на самом деле даже текстом не является, а представляет из себя просто нарезку из сэмплов с вокалом из оригинальной песни. Но Джон умело адаптируется, собирает новый состав с электронными музыкантами и черными бэк-вокалистками. И так внезапно, спустя 3 года после выпуска оригинальной песни, никому не нужная группа Nightcrawlers становится свежим, модным, молодежным, актуальным танцевальным проектом. Ну а мы вернемся к нашему герою синтезатору Korg M1. Как я уже говорил, чем он был прекрасен, кроме того, что был целой рабочей станцией, в которой можно было записывать несколько дорожек и создавать целые треки, Korg M1 шел в комплекте с каким-то бесконечным количеством, если я не ошибаюсь, около трех тысяч пресетов. И если мы будем перебирать каждый из этих пресетов, мы просто в каждом найдем обязательно какую-нибудь песню, с которой мы когда-либо сталкивались. Вот включается Korg, к примеру, с такого красивейшего пэда под названием Universe. Если я не ошибаюсь, что-то такое было у Сандры. Мы, конечно же, все три тысячи смотреть не будем, но пройдемся по некоторым, которые вы могли слышать. Допустим, зайдем в секцию вокалов. Какой-то из этих пресетов кажется вот этот. А теперь признавайтесь, кто подумал, что это Depeche Mode? Нет, это, конечно же, Queen. I'm going slightly mad. И вообще альбом Innuendo практически весь, если честно, записан на Cork M1. Но если я оказался вангой и кому-то из вас действительно Depeche Mode послышался, не просто так, они тоже использовали Cork M1. Можем даже взять тот же самый пресет. и что-то у них было, мне кажется, в общем, как понимаете, Cork M1 и его звуки это такой путеводитель по музыке конца 80-х, начало 90-х. Но самыми легендарными звуками из этого инструмента являются во-первых орган, а точнее органный бас, о котором мы еще сегодня поговорим, и пианино. Казалось бы, что может быть необычного в пианино? Но сейчас вы его услышите. Мне кажется, хватило одного аккорда, потому что вот этот острый звук танцевального электронного пианино из 90-х, мне кажется, ни с чем нельзя спутать. Начнем мы, конечно, с его проявления в зарубежной музыке, потому что, играя на нем, прям вот хочется поделать. В общем, как вы понимаете, даже пресет у нас подписан как M1 House Piano, звук Korg M1 считается прям эталонным для танцевальной музыки 90-х. Ну ладно, нам же надо перейти к самому главному. Ох, резко мы поменяли музыкальное направление, но я не представляю, сколько сотен тысяч миллионов песен обязано своим появлением, ну или хотя бы аранжировкой синтезатору Korg M1 и конкретно звук этого пианино. Потому что есть Лешка у тебя, А Лешке ты вздыхаешь зря, Лешке все твои мечты, только Сереге позабыл В общем, так можно развлекаться до утра. Просто берете любую песню ранних 90-х, тыкайте пальцем и в большинстве случаев будет звучать этот синтезатор. Может быть даже на золотой секвенции. Это, если кто не в курсе, любимая последовательность аккордов подписчиков канала Longplay. Сходу, конечно, не вспомню, но практически уверен, что в процессе монтажа обязательно найду какую-нибудь ночь. Что за странная свобода от заката до восхода. Вообще сам тембр хаос-пиано Корг М1 и история использования фортепианного звука в хаос-музыке это отдельная тема, которую, надеюсь, когда-нибудь затронем. Но мы вернемся к нашему главному игрой по имени органный бас. И этим звуком была пропитана поп-музыка того времени и, наверное, самые такие модные стильные примеры. Сложно было представить без органного баса. Павел Есенин, автор музыки «Голос» и создатель проекта Hi-Fi, которым уже как-то был на выпуск на канале Longplay. Сейчас я наиграю, ну, может быть, второй в моем рейтинге риф на органном басу после Show Me Love, который вы тоже обязательно узнаете. Я люблю это. Да. Юрий Юсачев, гость из будущего, без преувеличения скажу, на то время новаторский проект, не мог не использовать хоть раз в своей песне этот тембр. Мне кажется, «Беги от меня» это не единственная песня, но мы ограничимся на ней и пойдем дальше. через долгие годы, когда про подобные звуки вообще уже совсем забыли, когда они перестали быть актуальными. Это был уже 2011 год, когда Ваня Дорн вспомнил богом забытый органный бас и решил записать песню «Статсамэн». Ну и тут же наш дружище органный бас стряхнул себя пепел. Причем использовал этот, еще раз повторю, давно всеми забытый органный бас Ваня, очевидно, ссылаясь к «Найт Кроулерс», а точнее, конечно же, к Марку Кинчину. Тоже нарезка вокальных сэмплов. Тоже органный бас, хаос танцевальный ритм. И вот так выходит круг замкнулся. Конечно, ничего ярче, чем эта песня группе Найт Кроулерс позже сделать не удалось. Джон Рид выпускал новые синглы на волне успеха еще несколько лет. После чего проект ушел в забвение. Но эта песня просто какая-то вечная. на какое-то время хаос музыка и все эти звуки потеряли актуальность ноши в 2008 Боб Синклер. В 2009 Питбуль записал на основе того же мотива огромный хит Hotel Room Service. Страмая сделал Alone Dance Очевидно под вдохновением о чем неоднократно иронично намекал в лайвах иногда вставляя туда проигрыш И с тех пор каждый год выходят десятки песен сэмплирующих интерполирующих или просто вдохновленных тем, что в свое время наиграл Марк Кенчин А после того, как вирусным стало видео из Африки где парень по имени Муфаса шагает в танце за машиной оператора который перед этим напел на мотив песни It's Friday Then It's Saturday Sunday It's Friday Then It's Saturday Sunday Британский диджей Риттон сделал новую популярнейшую коллаборацию того самого Муфасы с Джоном Ридом А.К. Nightcrawler И снова спустя почти 30 лет вершины всех мировых чартов Что касается наших героев Марк Кенчин тот самый диджей сделавший ремикс с теоретической точки зрения и собравший совершенно новую песню с практической сделал за свою жизнь сотни ремиксов В 2001 он отошел от производства ремиксов и занялся продюсированием Работал с Уиллом Смитом с Джейденом Смитом вышеупомянутым Пит Булем Бейонсе и другими артистами Но в начале десятых с возрождением хаос-музыки вернулся к станку и до сих пор делает свое дело как диджей и остается актуальным Лидер Найт Кроулер Джон Рид хоть можно сказать вылез за счет ремикса молодого диджея который кстати в отличие от Джона Рида даже автором песни на бумаге не является соответственно не получается все эти переписки авторские отчисления так вот Джон Рид как будто не было действительно талантливый вокалист чей голос очень подходил подобной музыке и стоит отдать должное после завершения работы с Найт Кроулер он продолжил создавать музыку и писать песни многие из которых были популярными радиохитами для Робин Стоун также песня Show Me Love а точнее ее ремикс стала главной песней в карьере после нее был еще один клубный хит Love for Love но все последующие работы также сошли на нет что же касается Korg M1 несмотря на относительно недолгий век он выпускался с 88 по 95 этот аппарат по праву считается самым продаваемым синтезатором в мире сложно представить сколько сотен тысяч экземпляров было продано и сколько песен было написано с его помощью или на основе звуков которые он сделал доступными одним из главных альбомов уходящего 22 года стал альбом Ренессанс Бейонсе такая эклектичная и в то же время целостная пластинка объединяющая в беспрерывный диджейский сет можно сказать в историческое эссе разные жанры клубно-танцевальной музыки и главный хит альбома песня Break My Soul одна из главных песен этого года звучит как настоящее любовное письмо синтезатору Korg M1 а это повторюсь 22 год фантастика пожалуй оставлю этот и так не короткий выпуск без лишних выводов сделайте их для себя сами можно даже в комментариях главное надеюсь вам было интересно и вы провели это время не зря не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео благодаря вашей активности мы можем развиваться а на сегодня все увидимся через неделю всего самого хорошего пока Субтитры сделал DimaTorzok